Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Всех приветствую из Канады! Сегодня видео у нас о бижутерии винтажной, не очень винтажной. Я не большой специалист, не стопроцентно могу угадать винтаж это или нет, но более или менее некоторые вещи я знаю, некоторые не очень. Я как бы начинающий коллекционер и собиратель, но на самом деле я даже так особенно не заморачиваюсь винтаж или нет. Винтаж замечательно, не винтаж просто если красиво, то я как бы с удовольствием тоже покупаю эти вещи. Должна сказать, что у нас все стало как-то не очень хорошо в Канаде совсем, вообще в магазинах совсем. Я имею ввиду с любыми товарами, в том числе и в секондах. Как ни странно, казалось бы, да, как бы секонд-хенды не имеют никакого отношения к тому, что там какие-то поставки нарушились и так далее. Но, видимо, люди стали меньше сдавать вещи, видимо, больше как-то пытаются их беречь и не относить в секонд-хенд, то есть фактически стараются вещи не выбрасывать, потому что никто не знает, что с нами будет завтра. Плюс ко всему, мне кажется, что люди как-то стали немножко больше разбираться, благодаря ютюбу и прочим соушал-медиа стали больше разбираться, что к чему, и просто теперь не выбрасывают эти вещи, ну, не выбрасывают, а дают в секонд-хенд, фактически выбрасывают. А пытаются что-то продать, видимо, раньше не заморачивались с этим, а сейчас у всех с деньгами так себе не очень, поэтому пытаются что-то продать, поэтому в секондах найти что-то действительно ценное, красивое и что-то, что может иметь какую-то вот ценность. Очень стало трудно, плюс у нас очень подняли цены. Если раньше там брошка или клипсы стоили 3-4 доллара, то сейчас это 7-10 и выше. То есть за 10 долларов уже очень подумаешь, покупать или нет, и да, покупаешь, если это какой-то раритет, действительно что-то или очень красивое, или это подписанное, как же называется, сайлент-украшение, то есть имеет марку, и вы знаете, кто ее производитель, и поэтому можете знать, что это, во-первых, винтаж, а во-вторых, можете оценить ее стоимость более или менее. Потому что когда она не подписанная, то это может быть все что угодно. Вот, но, тем не менее, я хожу по секондам сейчас реже, потому что, ну, вот просто ходишь в пустую все, поэтому я стала ходить меньше, но, тем не менее, хожу иногда, кое-что покупаю, делаю видео очень редко, потому что вот то, что я сейчас показываю, это мои находки, наверное, за последние месяцы, я даже точно не могу сказать, за какое количество времени, но, тем не менее, кое-что мне повезло, кое-что я понаходила, давайте буду показывать вам, я буду показывать сейчас вот так вот, и, конечно же, потом покажу, как-то сфотографирую это крупно, поближе, чтобы вам было видно, вставлю, наверное, сбоку эту картинку. Так, давайте начнем, наверное, с самого, с самых простых вещей, которые не имеют никакой подписи, ничего, ну, просто очень красивые, симпатичные. Ой, я даже не знаю, растерялась я, с чего начать. Давайте начнем с брошки, с броши. Значит, первое, опять же, не знаю, подписи никакой нету, не знаю, это винтаж или не винтаж, но очень красивая брошь, но очень красивая брошь, красные камни, необыкновенно переливается, это бабочка, ну, как вы видите, да, сделана из такого медного металла, темные-темные меди, с красными кабошонами, с красными камнями, в прекрасном состоянии, опять же, не знаю, сзади она, видите, вот так вот выглядит просто вот, металл, и некоторые камушки имеют подложку, а некоторые нет. Ну, в общем, долго говорить не буду, потрясающе красивые рубиновые камни, потрясающе красивая брошь бабочка, большая, крупная, очень необыкновенно такая, знаете, элегантная, и элегантность еще ей придает то, что это, в общем-то, она не разноцветная, у нее один цвет, я с удовольствием ее ношу, купила ее довольно давно, ну, уже носила несколько раз, ну, в общем, конечно, украсит любой наряд, она довольно весистая, в принципе, я ее ношу обычно на пиджак, на шарф какой-то, в общем, на свитер, на какие-то толстые вещи, потрясающая красотка. Следующая брошь, тоже не имеет никакой подписи, не имеет никаких знаков, опять же, насчет винтажности я очень сильно сомневаюсь, но все возможно, знаете, в этом мире, но я думаю, что вряд ли, потому что уж очень она новенькая выглядит, все-таки винтажные вещи, они какие-то такие, знаете, ну, пожившие, а это, ну, прям такая, знаете, совершенно, совершенно такой, навек-навек, и металл такой, нигде не потерся, не потерся нигде ничего, но, тем не менее, это я показываю заднюю часть ее, вот у нее такая вот застежечка, я точно даже не знаю, это винтажная застежка или нет, может быть, 80-е, не знаю, девочки, не берусь сказать, но дело и не в этом, на самом деле, это не суть важно, посмотрите, какая она красота, она серебряная, у нее голубые кристаллы, кристаллы с покрытием Аврора Бориалис, потрясающие, знаете, не светло-светло-голубые, очень нежные, очень нежный цвет, очень красиво переливаются, и ее можно носить как кулон, видите, у нее вот здесь вот сверху, не знаю, видно или нет, сделано такое, как будто бы колечко, то есть, в принципе, сюда можно продеть цепочку и носить ее как кулон, я, может быть, покажу, если я найду цепочку подходящую, я на себе потом покажу, сфотографирую и вам покажу, потрясающая, очень красивая брошка, опять же, не знаю ни возраст, ни цену, ни производителя, но выглядит она бесподобно, красивая, такая, знаете, зимняя, морозная, снежно-морозная такая тема, такая, знаете, снежная королева немножко, в общем-то, очень красиво, очень. Следующий я вам покажу, это как, это не набор, я купила это отдельно, но, в общем-то, я буду носить это как набор, это две брошки и клипсы, две такие брошечки маленькие, это называется, здесь есть жемчужины покрупнее, и есть жемчужинки очень-очень маленькие, как это называется, этот жемчуг, зернистый жемчуг, или что-то такое, ой, не помню, не могу сказать, не могу сейчас вспомнить точно, но, опять же, они тоже не подписаны, не знаю, как бы, кто производитель, но, вот, в этой маленькой, маленькой брошечке, замочек сзади, точно винтажный совершенно, и она, видите, вот, она довольно маленькая, и у нее, значит, большая жемчужина в центре, с золотом тоне сделана брошка, и очень много маленьких-маленьких жемчужинок, как, как они называются, я забыла, девочки, напомните мне, пожалуйста, девочки, кто смотрит меня, кто знает, разбирается в бижутерии, именно винтажные, как называются, вот эти вот жемчужинки маленькие, и вот такая вот маленькая, тоже брошка, цветок, тоже, значит, с маленькими жемчужинками, и в этом наборе, у меня идут клипсы, это не набор, это я из этого сделала набор, тоже в виде цветочков, или в виде солнышка, и тоже, значит, лучки, все это украшено в центре бабуши, жемчужинка, и по всей клипсе, идут жемчужинки мелкие, давайте я вам вот так вот эту покажу, вот так, вот такое, такие находки мои, давайте перейдем теперь к бусам, а нашла вот такие бусы, на мой взгляд, это настоящая кость, я как бы вижу, что они довольно, во-первых, холодные на ощупь, во-вторых, довольно тяжелые, и, ну, как, знаете, по ощущениям, по звукам, я чувствую, вот, по рисунку, потому что можно, пластик, когда делают, похожий на кость, то он, в принципе, ну, видно, что это пластик, а все-таки натуральные камни, ну, кость-то не камень, ну, как бы натуральные продукты, так скажем, они намного более выглядят, ну, в общем, каждая пластинка не похожа одна на другую, и вот такие вот бусы, я думаю, что это настоящая кость, и они такие, знаете, лаконичные, очень красиво выглядят, здесь круглые бусины, здесь такие, вот, маленькие, мелкий бисер, и вот такие же мелкие, мелкие бусинки служат соединениями для этих костяных пластинок, очень минималистичное, очень лаконичное ожерелье, но, на мой взгляд, очень красивое, такого, знаете, оно не маленькое, в принципе, довольно крупное, но, в силу того, что одноцветное, то выглядит, ну, так, довольно скромно, я бы сказала, но под определенное красивое, какой-то, допустим, темный, темный свитер, или темную блузу, мне кажется, будет очень, очень красивым. Следующее ожерелье, это, ой, очень шумит, тоже абсолютно еще ноунейм, но, купила меня тем, что, это не настоящие камни, потому что они не холодные, хотя, знаете, довольно-таки увесистые, возможно, это даже стекло, но вряд ли, я не сильно разбираюсь, но на вид, девочки, оно, это совершенно, как будто бы, это натуральные камни, и это так красиво, и я купила это в самый разгар осени, когда, вот, всякие осенние цвета, осенние мотивы, были вот в самом-самом разгаре, в таком, и они настолько красивые, они настолько разнообразные, причем форма и цвет, здесь есть повторяющиеся бусины, вот, например, вот эти вот, да, собственно, многие повторяются, и вот эти вот желтые пластинки, и вот зеленые, то есть, они повторяются, но их очень много вариантов, очень много формы, и очень много цветов, и они потрясающе красивые, и очень длинные, их можно, у них нет застежки, знаете, они так нанизаны на, возможно, это даже какой-то хоум-мейт, но я не думаю, потому что, они нанизаны на такую, довольно толстую веревку, в некоторых местах, у них есть, узелки, перевязаны, как бы они узелками, чтобы они, как бы отделяют, звенья друг от друга, потому что, вот, несколько бусин, составляет, как будто бы, звено, потом узелок, потом опять несколько бусин, потом опять узелок, и в конце, вот здесь вот наверху, просто вот такой вот узел, узелок, довольно, довольно аккуратненький, но, как бы, просто это завязано, так что, не знаю, мне трудно сказать, но настолько, даже если это сделано хомой, то настолько аккуратно и настолько красиво сделано, их можно носить в одну длинную нить, их можно два раза открутить, вот так вот повесить на шее, ну, в общем, и за счет вот красок разнообразных, настолько, они настолько функциональны, их можно носить с таким количеством вещей. Не устояла я, не смогла уйти от них, хотя я понимаю, что это не натуральные камни, но выглядит очень натурально, прямо супер натурально. Я вам даже больше скажу. Честно говоря, может быть, я ошибаюсь, конечно, потому что вот я вижу, что вот эти вот, например, вот эти вот бусины, они, знаете, пластик, он как бы сделан идеально, потому что его отливают, а здесь какие-то есть мятины, какие-то есть, ну, как будто бы неровности, не перфекту, и, честно говоря, они все разные, понимаете, вот такая же точно бусина, которая сделана из, по идее, должна быть, если это отливка, она должна быть совершенно одинаковой, но они не одинаковые, то есть вот это вот как-то наводит меня на мысли, может быть, я ошибаюсь, вот это, например, они все, как бы, вот я смотрю, три бусины, да, которые, в принципе, одинаковые, они все немножко разные, у них разные повреждения, разные, как бы, разные вмятины здесь, чё, нос, это действительно это натуральные камни, но не думаю, мне кажется, что если бы это были натуральные камни, они бы были очень, очень тяжелые, а они, в принципе, довольно легкие, но вот опять же, вот, например, вот эти вот желтенькие пластинки, ой, вот эти вот, похоже, как бы, на янтарь, но я знаю, что это не янтарь, они тоже разные, они разного цвета, разной формы, у них тут разные вкрапления какие-то, не знаю, красиво, натуральное, натуральное, не знаю, но очень красиво, следующее украшение, девочки, я купила его, не знаю, что это, я купила его только потому, что я папуаз, и всякие папуазские украшения мне очень нравятся, я папуаз во всем, я сорока, я папуаз, я все, что угодно, значит, и это, знаете, ой, единственное, у них недостаток, что их надо как-то очень всегда хорошо расправлять, потому что все вот эти вот бисерины, все эти нитки, бисера, они как-то между собой путаются, их просто надо, знаете, как следует хорошо разложить, развернуть, но, знаете, это украшение, я сначала долго думала покупать, не покупать, потому что стоило оно долларов 8, это немного, но как бы так, потому что я сначала подумала, что это, вот, знаете, какой-то вот, иногда привозят с островов какие-то там самодельные какие-то поделки, и, в принципе, они как-то даже похожи на это, потому что это, в общем-то, ну, вот такая вот, знаете, такой вот такой мелкий бисер но меня немножко смутила вот эта застежка потому что застежка сделана довольно необычно очень профессионально и я тоже не пойму из чего это сделано не то пластик не то какая-то кость в общем довольно интересный такой вот знаете просто крючок я их купила потому не знаю что это потому что мне показалось что они очень хорошо очень качественно сделаны плюс ко всему они у них очень интересный дизайн но вот на мой взгляд у них супер интересный дизайн и вот как то вот знаете вот видно вот чувствуется качество и чувствуется как что-то вот хорошая вещь знаете бывает и придя домой начав их разглядывать я нашла вот здесь вот то что я не заметила в магазине есть такая маленькая металлическая как будто бы монетка постараюсь ее показать с названием бренда который которому они принадлежат видите вот такая маленькая монетка металлическая и она вот так вот скромненько вот здесь вот запрятана между этих вот рядов бус и я начала гуглать под лупой посмотрела название и начала гуглать и обнаружила что это какой-то бренд супер дорогой я никогда не слышала его название я до сих пор его не помню я сейчас должна вам прочитать потому что я не помню как это называется я может быть еще потом внизу вам напишу потому что я не могу это запомнить и это что-то видимо скандинавское называется герда линград и еще какая-то вторая есть фамилия манье или что-то такое никогда не слышала но видимо это что-то в общем-то известная потому что я на эти на ebay нашла очень много гус подобного дизайна и даже точно такие же нашла но сейчас вот потом хотелось сделать вам фотографию с ценой но их уже нет они уже проданы есть похоже в общем-то на эти на ebay их продаются с шаленой деньги там от 120 до 250 и 300 чем-то долларов причем на разных источниках и примерно все вот довольно так довольно таки большие деньги я так подумал ну хорошо смотрите я не собираюсь продавать это всегда приятно когда вы покупаете вещь какую-то в секунде которая вам просто понравилось как она выглядит потом придя домой и сделав ресерч вы понимаете что это кроме всего довольно дорогая вещь которая куплена за 8 долларов в принципе если вы пойдете в на ebay и покупать вы заплатите за нее там 150 200 долларов например да я думаю что оригинально в магазине этого дизайнера они продаются еще дороже я кстати вот точно не знаю она до сих пор существует до сих пор производит свои изделия или тоже какой-то бренд который закрылся ну во всяком случае в разных по-разному написано на эти некоторые эти бусы написано что это винтаж на некоторые написано что это не винтаж очень трудно сказать но вот по фасону если честно мне кажется что это вот где-то такие восьмидесятые семидесятые девяностые очень возможно что это да винтажные а может быть и нет потому что такие бусы можно в принципе сделать и сейчас и носить и сейчас то есть сказать что это какой-то высший из моды фасон я не могу но мне очень понравились они не они необычностью вот это вот застежка крючок такое знаете очень в общем то но вот и оказалось что я не ошиблась следующие 2 2 ожерелья я считаю что это тоже очень мне повезло потому что это шикарная находка вы наверное заметили мне тут на столике лежит и поблескивает девочки которые увлекаются винтоважем наверно узнали это это ожерелье потому что это очень известная это бренд ювелирных украшений американский который назван по имени дизайнера и хозяйки видимо этого бренда хейди даус и они безумно дорогие я знаете когда увидела это стоило 10 я когда увидела его это ожерелье а причем знаете как у нас секундах у нас дорогие как бы вещи как они считают по по версии продавцов секунд хэда они кладут за стекло запрет на прилавке а есть просто таки стенды где висят вот эти бусы клинипсы в общем все и вот это вот висела на стенде то есть я даже не представляю как можно было не увидеть что это что-то очень дорогое очень качественное и очень красивое смотреть какая у нее застежка здесь написано написан бренд даже видите вот в торцах вот этой вот застежки здесь камушки здесь написано название ее то есть это маркированную маркированное украшение и вот такой вот вот такая вот необыкновенная красоте вот просто просто слов нету это так красиво они так переливаются каждый элемент усыпан вот этим вот кристаллами просто необыкновенной потрясающей красоты я когда его увидела я конечно мне загорелись глаза и конечно мы сразу схватил прижал груди увидел что он стоит 10 долларов обрадовалась еще больше потому что я ждала что там стоит и 30-40 нашим секунде держа его в руках я продолжала гулять дальше и на другом стенде я увидела пару пару для этого для этого ожерелья ошибиться в том что это один один и тот же дизайн было абсолютно невозможно очень волнуюсь вот такая вот цепочка из тех же из тех же камушков только немножечко побольше размером и звездочка на конце абсолютно полностью соответствует вот этим вот звездам в этом ожерелье то есть это совершенно понятно что это ожерелье того же дизайнера и того же из той же коллекции ой гремлю единственно что вот эти звездочки здесь они двухсторонние сделаны ведь с одной стороны из другой и также вот эти вот полумесяцы а здесь в этом ожерелье она односторонние видите здесь просто металла здесь она со стразами очень красивый замок такая вот удлинительная цепочка здесь крючок который можно делать разной длины просто зацепляя крючком за цепочку и да конечно девочки я понимаю что здесь не хватает детали которая должна была висеть внизу я даже сразу этого не поняла я сначала подумала что это просто вот такие вот бусы вот такой вот звездой в конце на конце потом присмотревшись я увидела что видите здесь есть крючок как бы такая круглая штука который должно что-то цепляться я подумала что я могу либо откусить что не очень хороший вариант потому что я не знаю смогу ли я сделать это аккуратно или я подумала что вот здесь удлинительная цепочка кончается вот таким вот кристалликом который соответствует кристалликом на бусах я подумала что я хоть и человек леворукий и совершенно не умеющий обращаться с украшениями и вообще мастерить что-либо даже я смогу наверное его отцепить вот этот вот вот этот вот кристаллик и подвесить его вот к концу этой звездочки таким вот образом чтобы было видно чтобы не было вот этого штука вот этот крючок чтобы он не был пустой видите то есть это будет я даже в принципе могу наверное отцепить пару звеньев если у меня получится и приделать это вот так вот или просто приделать только сам сам кристаллик здесь нет маркировки на этой на этих бусах я удивилась потому что принципе маркировка то есть здесь есть вот на этих и это понятно что это совершенно как бы тот же сам производитель тот же сам бренд то что по качеству и по внешности это выглядит совершенно как будто бы это братья-близнецы придя домой и сделав по гуглов как бы я поняла что на самом деле это до украшение этого дизайнера и она имеет это три украшения как бы комплект и я вам вставлю конечно фотографию картинку как это должно было выглядеть я поняла как должна выглядеть вот эти что должно было быть на конце вот вот этой вот звездочки что должно было быть к ней придела довольно такая большая еще массивная часть украшения этого отсутствует очень жалко но вот как есть и и это в принципе трилогия то есть они называют эту трилогия это это называется вот эти вот бусы называется хейди даус это как бы хозяйка и производитель твиллайт триллоджи то есть это трилогия как бы из трех из трех украшений которые в принципе вот вот этого длинное украшение вот это вот звездочка здесь на шею с тем что там с нее должно было связать и еще одно украшение довольно длинное опять же поставлю вам фотографию конечно вот то есть я купила два из трех видите одно немножечко конечно поколечено очень жалко не хватает довольно большого элемента который должен был быть присутствует прям так мне жалко что я я даже если бы знала я бы может быть этот в эту минуту когда это покупала я потом пошарилась по секунду может быть я бы нашла можно просто отвалился где там лежала может он был утерян еще тем человеком который носил это украшение и в общем то его уже сдали в секонд-хэнд но я вам хочу сказать что сдать такое украшение потому что украшение этого дизайнера стоит уже сотни долларов на ибэй на эти они есть и они ужасно дорогие это очень дорогой бренд и очень дорогая компания и они действительно очень качественное прекрасное качество и они действительно очень очень не дешевые поэтому человек который сдал это в секонд то скорее всего либо человеку не хотелось заморачиваться с перепродажами и так далее либо что просто не знал что выбрасывает и после этого после этой роскоши я вам покажу очень маленькую но очень одной из самых дорогих находок которые я находила в секонд-хэнде этого такие вот маленькие малюсенькие клипсы которые в общем то кажется что ничего в них такого нету это просто жемчужные три жемчужинки и 4 прозрачных белых стразика один в центре и три вот по углам вот так они выглядят все в них очень просто и обычно видно что это конечно винтажные клипсы винтажный фасон вот так вот они выглядят очень скромные очень такие очень похоже на еще очень многие винтажные клипсы которые вы можете найти в секонд-хэнде единственное их отличие что это клипсы Christian Dior и на них есть надпись есть клеймо и в общем то я написано очень очень мелко я слепая даже в очках я этого увидеть не смогла но мне они чем-то понравились я подумал что я их куплю тоже стоили они долларов шесть я подумала что я вижу что они маркированы что у них есть какая-то маркировка вероятнее всего что что-то хорошее потому что явно клипсы винтажные явно хорошие потому что очень хорошо сделаны очень аккуратно знаете глядя на некоторые вещи вы можете сказать что эта вещь дорогая была или дешевая потому что они в принципе такие знаете ну вот не придерешься ни к чему так сделано прекрасно и ничего не облезло нигде не прекрасно сохранены опять же я не знаю насколько винтаж я имею ввиду что это винтажный допустим 60-х годов или винтаж что это с 80-х годов по дизайну я думаю что это не очень новые потому что в принципе вот клипсы такого дизайна носили где-то чуть-чуть где-то в 60-х наверно хотя трудно сказать они такие классические просто такие жемчужины просто классические жемчужины и клипсы ну вот christian der опять же стоят они я находила их разных источниках на ebay находила стоит они довольно прилично я вот знаете забыла ну около 100 100 долларов в районе может быть 120 или что-то такое ну вот нашла secondhand сама купила не знаю что потому что разглядеть я не смогла дом под лупой я уже так сказать поняла что это такое и обрадовалась что я их не оставила а все-таки решилась и купила все дорогие мои друзья вот такое длинное видео мои находки секонд-хенда следующее видео моих находок сокровища секонд-хенда будет не даже не знаю когда потому что мне чтобы снять такое видео надо несколько месяцев гулять по секонд-хендом чтобы что-то насобирать более или менее чтобы было не стыдно показать а на сегодня все люблю целую с вами была ваша дита из канады пока пока всем привет майки